В текущем учебном году для подготовки кадров в Хабаровском крае выделено больше 6 тысяч бюджетных мест. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Больше всего желающих поступить на направление – инженерное дело, технические науки, образование и медицина. Есть большая потребность в регионе в специалистах сельского хозяйства, ветеринарах и зоотехниках. Ближайшие места подготовки – это Благовещенск. И в настоящее время факультет в Уссурийске немножко ослаб, будем так говорить откровенно. Поэтому наши ребята едут в другие регионы. Но не факт, что они после этого к нам возвращаются. В сентябре этого года ветеринарный факультет откроется в Хабаровске на базе Тихоокеанского госуниверситета. В качестве приглашенных педагогов по основным предметам готовы приехать специалисты из ведущих российских и китайских вузов. Кроме того, уже заключены соглашения со станцией по борьбе с болезнями животных и ветеринарной лабораторией на прохождение практики. Подготовка кадров возможна только через практику. Мы для предприятий готовим своих специалистов. И уже в этом году из собственных средств начинаем комплектование учебной базы для направления ветеринарии. Одна из главных задач в ближайших месяцев – набор студентов. Также в отраслевых министерствах уже занимаются вопросом целевой подготовки специалистов с заинтересованными предприятиями. Одно из них – кооператив «Краснореченский». Я уверен, это создаст для нас вообще новое фактически отрасль образования. Это очень важно. Вам огромное спасибо. Уверен, Хабаровский край будет поставщиком специалистов не только для себя, но и для всего Дальнего Востока. Новые компетенции – это то, что нам нужно. Сейчас на базе Тихоокеанского госуниверситета строится современный межвузовский кампус, в котором ветеринария займет одно из ведущих мест. В будущем на его базе планируется открыть вивари для научной деятельности студентов, а также ветеринарную клинику. Анастасия Привецкая, Большой город.